Рамбам пишет об этом в законе царей часть 8. Тора описывает два вида войны – обязательную и добровольную. Добровольная война – это всегда война за пределами земли Израиля. Внутри земли Израиля понятия добровольной войны не существует. Добровольная война имеет место тогда, когда царь решает захватить землю. Так поступил Давид в случае с Сирией, которая не была частью земли Израиля. Для добровольной войны требуется законный лидер – синедрион. Поэтому в наше время это неприменимо. Но что такое обязательная война? Рамбам приводит три категории обязательной войны. Первая – это война против Хананеев с целью захватить землю Израиля. Вторая – война против Амалика. Третья – любая война против врага, который напал на евреев. Это будет обязательная война. Это применимо в наше время. Для этого не нужен ни пророк, ни лидер, вообще никто. Если враг приходит, это обязательная война. Вот о чем пишет Рамбам – Талмуд Сота и Иерушалайм. Что это значит? Когда враг пришел против вас. Зачем пришел? В любое время или нет? Рамбам перечисляет общественные проблемы или общественные катастрофы. Когда нужно поститься и трубить в шафар. Одна из таких проблем – враг, который пришел против евреев. чтобы потребовать землю или даже дань. Это будет обязательной войной. И вот почему мы читаем в Ирувине, что даже если враг придет за сеном и соломой, вы должны выступить на войну. Нельзя давать им солому. Дайте им солому. Нет, нельзя. Вы не имеете права давать им солому, потому что это обязательная война.